Борщевик начинает отступать, но борьбу с ним надо усиливать. К такому выводу пришли депутаты окружного совета в ходе рабочего выезда по контролю борьбы с этим опасным сорняком. В Сергиево-Пасадском районе ведется системная работа с борщевиком. И сейчас в рамках депутатского объезда мы объезжаем территорию округа. А наиболее проблемные места, это места, где собственность не разграничена, выявляем, как идется обработка от борщевика, и те места, которые на сегодняшний день не обработаны. Сельские хозяйства свои земли от борщика обрабатывают регулярно. Проблема возникает с нерадивыми частниками и территориями, где государственная собственность не разграничена, например, вдоль автомобильных дорог. Подобную проблему депутаты зафиксировали практически на всех осмотренных участках, в том числе возле деревни Федорцова, поселка ГАЭС, СНТ Подлибки-1, поселка Лесхоз и других. Нынешний выезд показал, что зоны разграничения очень разные, и очень многие организации, конторы отвечают за это, и найти, где чье, это одна из первых задач, например, дорожники обрабатывают, видно, там 5-7 метров, а вот это вот, это Лесхоз, и получается, что зона ответственности какая-то непонятная. По мнению генерального директора племрепродуктора Васильевской, окружного депутата Сергея Горячева, главное – это проведение всех работ до цветения борщевика. Ядом обработали, и смотрят, как эффективно это сделать. Если эффекта нет через определенное количество времени, это зависит от яда, то тогда повторно вырабатывают, но до цветения. Там, где нельзя вырабатывать ядом, там нужно косить. Косить и запахивать. Основная задача состоит в том, чтобы навести порядок вдоль дорог и прилегающих к ним населенных пунктах. Чтобы эффективно решить вопрос, нужна помощь собственников земельных участков. То есть надо вести соответствующую пропаганду о том, что собственники должны понимать, на их землях они должны бороться с борщевиком самостоятельно. Потому что борщик – такая зараза, когда вот здесь мы убрали, а тут не убрали, то наши затраты на уборку, они обесцениваются следующим годом или этим, когда он выпускает семена и прочее, прочее. Новые изменения в борьбе с борщевиком уже внесены в земельный кодекс и прошли первое чтение в Государственной Думе. Законопроект обяжет владельцев всех категорий земель бороться с этим сорняком. За неисполнение требований законодательства теперь будут грозить штрафы. Для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей. В случае окончательного принятия инициатива может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Алексей Ефимов, Вячеслав Шумов, ТВР24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова